Приветствую вас, друзья! Сегодня в главной роли заслуженная артистка России, лауреат очень многих профессиональных театральных премий Агриппина Стеклова. Агриппина, очень рад вас видеть. Здравствуйте. Взаимно. Одновременно три премьеры. Давайте по порядку. Театр наций. Первая в новом сезоне премьера на большой сцене – это знаменитая пьеса Ивонна «Принцесса Бургундская», польского классика Витольда Гомбровича. И это, я загибаю второй палец, режиссерский дебют в нашей стране польского театрального мастера Гжежиша Ежина. А теперь загибаю. Третий, и это ваш дебют в Театре нации. В Театре нации, да, совершенно верно. Так все совпало. Все впервые. Надеюсь, что не последний. Вы избалованы работой с талантливыми людьми. Это Константин Райкин, Юрий Бутусов, Павел Сафонов. Удалось ли что-то открыть для себя новое с Гжегжем? Безусловно, да. Он очень любопытный, он очень остроумный. Он вообще другой, и у него определенно свой язык. Ну вот притирались долго? Или вот с первой репетиции, понимаете, все, мы идем в разведку, нам будет хорошо, несмотря на стрельбу вокруг. Я вам больше скажу. Если бы он остался, и я не знаю, как сейчас будет складываться его отношение в судьбе нашего спектакля. То есть как часто он будет нас посещать, будет ли вообще, мы, конечно, очень на это надеемся. Но я думаю, если бы это продолжилось, то наша притирка продолжилась бы. Наше познание друг друга, наше познание нашего творческого языка, совместного поиска, это происходило бы и по сей день. И будет происходить. Но вот до приглашения, до кастинга, вы что-то знали о его успехах? Потому что это ведь очень крупное европейское имя. Руководитель большого, новаторского, очень интересного, неожиданного театра, который называется Театр Варшава. И еще он ученик Кристиана Люпы, моего любимого. Безусловно. Но Кристиан Люпа более известен благодаря очень многим явлениям. Сейчас не будем просто об этом говорить. Но Джекуш Ежина это и кинорежиссер, и это огромный театральный мастер, воспитавший поколение людей, которые с ним готовы действительно просто абсолютно свободно существовать в самых разных театральных условиях. Но вы слышали об этом человеке. Я слышала, безусловно, я слышала, но слышала все-таки как-то не то, что неприменимо ко мне, ну а и к нам вообще никоим образом неприменимо. Ну что в общем было естественно, потому что это его первая работа в России. Вот, поэтому, конечно, я навела более подробные справки перед походом к нему, перед встречей с ним первой. И она была, ну, знаковой. Она была очень сложной, адской, пожалуй. Мы сейчас говорим о кастинге. Это не просто вы пришли, здравствуйте, я вот Агриппина. Да, это был кастинг. Очень приятно. А все берем. Такого не пришлось помучиться. Довольно жестокий и сложный, да. Я почему спрашиваю? Потому что он сказал, что мне нужны были артисты, прямо на кастинге, способные впадать в состояние транса. Вот прям до такого? Ну, нет, не знаю. Ну, хорошо. Может быть, это опять понятие состояния транса у него свое. Теперь давайте по порядку. Значит, раздается звонок? Раздается звонок от... Мне позвонил Евгений Витальевич. Миронов, художный руководитель Театра нации. К которому я отношусь с огромным уважением, любопытством. И к нему в частности, и, конечно же, к театру. Вот, и много чего там видела. И, ну, как-то думала, что... Надеялась, что когда-то меня все-таки этот театральный коллектив не обойдет стороной. И вот, собственно, этот час пробил. Я прочитала пьесу, которая мне очень понравилась, но я ее знала. Хорошая пьеса, материал, вот, отличный. Ну, я напомню нашим зрителям, что это не просто отлично, это по-своему, в очень хорошем смысле, революционная вещь. И это огромный мастер Виталь Гамбрович, человек крайне непростой. Я, опять же, просто хочу акцентировать вот на его слова, как он в свое время сказал, я не любитель тепленьких супчиков, я экстремальная личность, я пишу для того, чтобы задевать. И дальше совершенно гениально. Это полная аналогия с любовью. Там тоже надо добраться до живого тела через одежду. И вот этот человек, это его, по-моему, первая пьеса 38-го года, Ивонна принцесса Бургундская. О существе девочки как будто бы из другого мира. То есть она человек, но она совершенно из другого мира, как выясняется, не способного договориться с вами, с королевой и королем и всеми окружающими. Ну, так и есть, да, не только с нами, а вообще. Она из другого мира, она часть нас, ну, каждого из нас. И вообще она какая-то особая субстанция, способная что-то в тебе открывать. Это зеркало, это, ну, какая-то, какая-то метафизика. И раздражитель огромный. Огромный, огромный, огромный раздражитель, возбудитель. Но ведь все же так хорошо начиналось. Вы, ну, как королевская чета, ваш супруг, вы уделяете ей огромное внимание. Вы даже учите ее кланяться. Она не знает правил этикета. И вы ведь учите ее кланяться, правильно? И что? И вот этот путь к чему приводит? Ну, учим мы ее кланяться тоже немножко от безвыходности, чтобы, дабы соблюсти приличие, и дабы это не вышло за более широкий круг куда-то, чтобы это не пошло в массы. Это катастрофичная новость о помолвке сына, о которой он нам, собственно, объявил. Ну, такой чудовищный мезальянс. Ну, а дальше просто, просто не то, что чудовищный, а какой-то зверский. Ну, а дальше черти лезут из всех с такой... Или ангелы, знаете, так тоже, как посмотреть. Вот о процессе просто репетиционном. Я слышал, что очень жестко все было, что буквально по полчаса в день и разошлись. Сколько было на самом деле? Сколько репетировали в день? Ну, да, много, много. Как, поскольку мы вся команда набранная из разных мест... Ну, это принцип театра нации. Это принцип театра нации, прекрасный принцип. С одной стороны, великолепный, потому что любому художнику предоставляются любые возможности. Вот, там я должна поклониться вообще в пояс всем творческим цехам театра наций. Вот, ребята, вы, правда, удивительная его банда. С вами можно идти в разведку точно. И они совершенно актеров обожают. Это априори какой-то главный, главный человек. И все для него готовы сделать. Но мы все равно должны были какие-то обязательства выполнять перед своими театрами. Театр Сатирикон. Сатирикон. Это я и Дарья Урсуляк. Сергей Епишев, театр Вахтангова. Александр Феклистов, не служащий в данную минуту конкретно в каком-то театре, но очень много где работающих. Очень много работающих там с Деклоном, Доналоном, это Мария Фомина, МХАТ, Михаил Тройни, Гогольцентр. И, ааа, нас соединить было адски сложно. Мы очень много репетировали. Вот мы как бы очень спрессованно был этот месяц, сентябрь. Он был очень-очень... С одной стороны, это очень сжатые и маленькие сроки для премьеры, но, с другой стороны, поэтому очень было насыщенное это время. Очень тяжелое. А репетиции начались по осени или еще раньше? Вот когда вы об этом услышали? Нет, они начались весной. Весной. Они... Был кастинг, и начали... Мы довольно плотно разминали этот материал, знакомясь друг с другом, искали язык с Гжегошем. В мае месяце. Вот в мае мы работали, собственно, как-то... Какую-то кашу мы месили, и варива какое-то происходило. Теперь вот о капитане этого корабля, этого спектакля, Гжегош Ежина. Вот достаточно посмотреть его работы в театре, в опере, как я говорил, и кино, чтобы понять, что это, конечно, чрезвычайно интересная личность. Меня, например, удивило и впечатлило то, что для каждой своей работы, по крайней мере, так с 97-го года, и так он делает в Польше, он каждый раз для афиши меняет имя. И вот как он начал ставить спектакли под псевдонимами, так и продолжает. Тем самым он сигнализирует, что с каждой новой работой меняется его творческая индивидуальность. Я не знала про это, правда. Но вот, тем не менее, понимаете, я ничего не знаю про него. Сбрасывается старая шкура, и вот на остатке того, что присутствует, надевается что-то другое с новой командой, с новой пьесой. Мне вообще, мне кажется, что это его личностное и творческое зерно. Сброс некой шкуры, и причем и буквальной, и фигуральной. И поиск чего-то, чего-то неведомого, даже тебе, не то, что другим, внутри себя. Я не понимаю, что от меня хотят. И самое главное, что даже если меня в моем непонимании, если он недоволен моей пробой, я хотя бы пытаюсь каким-то адским способом докопаться до истины и понять, что не так. Но если меня хвалят и говорят, это туда, это вот прям браво, супер, добже. Бардо добже. А я не понимаю, что добже. И вот это, ты как по какому-то вообще такому тонкому льду не идешь, а ползешь на ощупь, как слепой. И это адски, адски сложно. Ну, одновременно, надеюсь, как-то прекрасно, потому что ты в себе открываешь неведомое, ну, неведомое тебе, я даже сама не понимаю, что. Ну, даже какие-то, какие-то качества творческие, какие-то, то, чего я не делала, то, чего я не пробовала. Ты проходишь через ряд катастроф, унижений. А вот о партнерах. Может быть, начнем, конечно, тогда с Дарьи Урсуляк, потому что вы в одном театре, театр Сатирикон, но кого-то вы не знаете, кого-то, может быть, совсем не знаете. Вот о партнерстве. Ну, это тоже везение. Я не знаю, кого надо за это благодарить. Наверное, конечно, к Жегаше, но я каждому из них персонально могу сказать не то, что огромное спасибо, а вообще поклониться в пояс за счастье нашего единения творческого, и что мы прошли этот адский сложный путь вместе, и мы на самом деле были вместе. Я очень надеюсь, что мы, ну, стали какой-то командой. А с кем вы работаете впервые? С большинством? Почти со всеми. Почти со всеми. Ну, пожалуй, кроме Даши, с которой, честно сказать, в Сатириконе я тоже не работала. У нее был экстремальный ввод в спектакль «Чайка». Бутусовский спектакль. Да, да, да. Но она его не репетировала, она вводилась. По большому счету, это и с Дашей наша первая творческая встреча. А так, мы со всеми, я почти всех там знала очень хорошо, и причем и человечески, и творчески, и за всеми наблюдала, видела в огромном количестве работ достойных, театральных, но ни с кем не работала. Какая интересная команда. Вот еще один дебют. Хороший, да. Я вас поздравляю с этой историей. Я поздравляю с тем, что вы соприкоснулись с огромным количеством новых явлений. Это, ну, только позавидовать. Спасибо судьбе Евгению Витальевичу за эту какую-то судьбоносную встречу с Джегошем и женой. Спасибо вам большое, Агриппина. Спасибо. Спасибо. Агриппина Стеклова и мы говорили о премьере в Театре нации спектакль Ивона принцесса Бургундская. Обязательно увидимся. Низкий поклон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова